Всем подписчикам моего канала, здравствуйте! Меня зовут Юрий, и сегодня вы увидите, как можно размножить хосту с помощью деления. Если у кого-то возник вопрос, что же за куст позади меня расцвел таким белым цветом, то я отвечу, это войлочная вишня. Очень шикарно цветет весной, а летом радует нас своими ягодами. Я уже выкопал хосту для того, чтобы разделить ее на несколько частей. У хоста начали уже появляться росточки. Хосту можно поделить на 2, на 3 части, на 4 части. Для этого не обязательно ее выкапывать, можно было просто лопатой порезать и отсоединить нам нужные части. А можно поделить не только на 4 части, а поделить на каждый росточек. Вот сколько росточков есть, можно хосту разделить. Я когда первый раз об этом услышал, не поверил. Потом, оказывается, и правда можно отделить. Если корешочек с этим ростком отделится, то хоста хорошо приживется. Берем ведро, берем нашу хосту, наливаем воды и промываем корешки от земли. Это делается для того, чтобы можно было легче отделять части хоста друг от друга. Видно корешки, как резать, более удобно, чем когда просто режем ком с землей. Мыть хосту нужно только в том случае, если вы хотите разделить ее на штучные экземпляры. Если на несколько частей, то не надо мыть. Можно просто лопатой или ножом порезать. И высаживать на нужное место. А промываю для того, чтобы поделить там на один, два, три ростка, так легче будет. Видны все корни и как резать. А далее просто берем нож. Вот здесь вот делим пополам. Тут у нас вот часть осталась. Значит и можно вырезать уже сами росточки. Например, по несколько тонн. Минут кто-то в independence. Оце-hin. Очистка. Оце-hin. Он R Story. Вот получается мы отрезали росточек, вот у нас есть корни, два росточка точнее. Тут даже просто отломилось, вот корешочки есть, даже и один росток будет расти, если посадить. Я уж не буду всю хосту резать по одному ростку, потому что несколько ростков, когда хост посажен, она лучше смотрится. Кустик с листиками пообъемнее, а если по одному ростку отрезать, там всего два листа будет торчать. Не очень красиво, да, я понимаю, что через два-три года ростков прибавится и хоста будет уже такого хорошего вида, но можно вот сразу несколько, допустим, здесь вот у меня четыре росточка, тут вот один еще наклевывает. Нет, у нас нам не наклевывается, он отвалился при срезе, но все равно здесь вот получается четыре росточка, здесь вот еще один, вот и уже будет кустик более-менее красивый. Попробую объяснить, как вот резать. В общем, нож просовываете вот между ростками и отрезаете. Вот, допустим, опять два росточка, если вам надо на много частей хоста поделить, то вот два росточка, тут еще вот некоторые маленькие, вот можно на такие маленькие части делить хвост. Так делят обычно при продаже из больших-больших таких вот хвост. Получается много маленьких, выставляют их продаваться, чтобы побольше денег заработать. Режем дальше. Вот опять же у нас получился кусочек с достаточным количеством ростков. Мы его посадим потом отдельно. Таким образом мы хосту разделили на части побольше, которые и чуть поменьше. Можно поделить и на два росточка, можно разделить хосту и по одному ростку. Ну, по одному не советую долго ждать. Лучше уж посадить хотя бы росточка от трех до пяти было. Она посимпатичнее смотрится или в горшочке, или же на место посадить и побыстрее вырастет, чем если по одному. Да, я понимаю то, что можно с этого куста считать неохота. Ну, не знаю, штук тридцать хост получить, наверное, как минимум. По одной. Но красоту от них увидите только год через три. Так как задуманного места для хоста у меня еще нету, я их посажу пока просто в горшки. Здесь я перемешал чернозем с песком. Место для посадки хоста выбирайте тень, либо полутень, потому что на солнце многие сорта вообще засыхают, вянут. Есть некоторые сорта, которые более-менее устойчивые, но все равно хоста она в тени или полутени растет, не на солнце. Есть даже некоторые сорта голубого цвета или еще какого-то, и если их посадить на солнце, то они голубого цвета не растут, а совсем какие-то другие зеленые становятся. А вот если хорошее место им выбрать, они свой цвет приобретают, бывает и такое. Ну вот и все, из одной большой хост у нас получилось множество мелких. Ну вот и все, дорогие зрители. Хосту мы посадили в горшки, полили. Теперь осталось найти место, где уже ее можно будет посадить капитально. Также хочу сказать, если вам интересна тема ландшафтного дизайна, строительства, то можете перейти на мой канал, посмотреть некоторые видео, и я буду и дальше снимать на тему ландшафтного дизайна. У меня есть участок на даче и около дома. Вот на моем примере озеленения я буду вам показывать, как сделать альпийскую горку, водоем, зону отдыха, беседку, ну и многое другое. Если вам интересна данная тема, то переходите ко мне на канал. Я всегда рад новым подписчикам. Всем пока, до свидания. Субтитры сделал DimaTorzok